Друзья, всем здравия! Сегодня в этом видео вместе с вами я хочу приготовить целебный капустный квас Риджулилак. Он обладает поистине огромным разнообразием полезных свойств, но кроме этого, на мой вкус, он необычайно хорош. И именно в том виде, в котором готовлю его для себя я, с теми специями, которые я для себя подобрала. И для приготовления этого кваса мне по обыкновению нужна капуста, обычная белокочанная капуста, один вилочек для приготовления 3-4 литров кваса. Вполне достаточно, небольшой даже, такой среднего размера вилочек. Кроме того, я беру питьевую хорошую воду, очищенную, ту, которую мы пьем. И также я беру достаточно большое количество разнообразных специй. Посмотрите, здесь у меня порезанный уже свежий чеснок на дольке, здесь у меня порезанный имбирек, здесь у меня черный перец, здесь у меня красный острый каенский перец, здесь у меня карри с большим количеством куркумы, и здесь у меня лавровый лист. И вот когда я добавляю все эти специи в капустный квас, я еще немножко его подсаливаю чуть-чуть, но для меня он, так скажем, становится чрезвычайно-чрезвычайно вкусным. Этот квас, я напоминаю, можно готовить без какой бы то ни было закваски. Он получится на диких, так скажем, лактобактериях. Но я хочу быть уверенной, что там у меня содержатся полезные лактобактерии, например, лактобактерии козели. Поэтому я все-таки именно их сюда немножечко и добавлю. Итак, для приготовления кваса я использую блендер, перекладываю капусту и воду в блендер, и все это хорошенько измельчаю, и переливаю это уже в подготовленную заранее баночку, в которой у меня это все будет кваситься, настаиваться. Добавляю сюда же примерно столовую ложку соли и часть своих специй. Лавровый лист измельчать не буду, иначе он даст горечь, а вот некоторое количество чесночка, имбиря, некоторое количество специй я сюда высыпаю для того, чтобы они измельчились вместе, так скажем, с капустой и водой. И продолжаю измельчать. Докладываю сюда оставшиеся слай специи в неизмельченном виде. Добавляю сюда лактобактерий. А мы помним, что лактобактерии не боятся ни чеснока, ни красного, допустим, перца, ни куркумы, ни уж тем более лаврового листа. Они все это любят, и небольшое количество соли также им совсем не вредит. И смотрите, у меня здесь еще прошлого моего кваса порция осталась, который уже готов. И считается, что для ускорения сквашивания готового продукта можно добавить в него небольшое количество уже готового сквашенного ранее продукта, чтобы это все дело шло быстрее. И я немножко все-таки сюда добавлю. Все это перемешиваю ложкой. И накрою полотенчиком, оставлю кваситься на буквально 2-3 дня. И по мере готовности буду вам показывать результат. Попробую вместе с вами и постараюсь передать вам его вкус и аромат. Друзья, ну что ж, вот прошло у меня 3 дня с того момента, как я поставила свой капустный квас, кваситься сюда при комнатной температуре. Не особо мне помогло добавление сюда старой порции кваса, как я решила, поскольку вчера, когда я надеялась, что квас мой будет готов, то есть через 2 дня на день раньше, он у меня все равно еще немножечко пузырился. И только сегодня вот от него появился вот этот вот ожидаемый приятный запах и пузырение абсолютно прошло. И я приготовила для процеживания кваса вот такую вот эмалированную кастрюльку, приготовила вот такую вот сито тоненькое и приготовила новую банку трехлитровую, в которую я буду переливать уже процеженный свой квас. И посмотрите, вот запомните, у меня две эти одинаковые банки. Вот в этой банке, где еще квас не процежен, такое количество содержимого. И посмотрим, сколько, так сказать, процентов готового процеженного кваса получится в банке этой. Переливаю порционно этот квас в сито. Помогать отходить соку от мякоти можно с помощью ложки надавливаниями такими, провоцировать отделение сока и стекание его вниз. Но можно также это делать чистенькой рукой. И в таком виде процесс идет, как мне показалось, гораздо быстрее. Поэтому в конце я обычно всегда прибегаю именно к такому способу. И вот в конце, когда у меня остается достаточно плотный комок с малым содержанием жидкости, я просто беру и выбрасываю его. И берусь за процеживание оставшейся порции кваса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И посмотрите, готовый квас у меня получилось практически столько же, сколько было и не процеженного. То есть, соответственно, я делаю вывод, что мякоти у нас совсем небольшой объем, ну, может быть, 5% от общей массы жидкости. Поэтому готовить такой квас очень выгодно, даже если добавить туда большое количество мякоти. И данный квас у меня получился чрезмерно концентрированный, аж даже есть немножечко глаза от специи. И можно его еще раз добавить водой дополнительно. Смотрите, какой он желтенький, яркий, похожий на лимонный или даже апельсиновый сок. Очень концентрированный, просто очень. Я думаю, что его почти в два раза можно смело разбавить, без потери, так скажем, ярких вкусовых ощущений. Но для меня это вкусно. Друзья, готовый квас я закрываю крышкой, вот такой завинчивающийся, убираю его в холодильник. И хранится он там спокойно, достаточно длительное время, ну, неделями точно может стоять. Лично я употребляю его ежедневно утром по стаканчику на голодный желудок. Но по большому счету это весь пищевый продукт, и можно употреблять его когда угодно. Поэтому, если вам понравился мой рецепт, и вы решите попробовать его приготовить, напишите мне обязательно в комментариях под этим видео, как вам этот рецепт понравился. А я ожидаю, что он вам совершенно точно понравится. Особенно тем, кто любит ядрененькое, квашеное, остренькое немножко, ярких вкусов. Такое, знаете, необычное, квасное, и чуть-чуть как будто бы даже газированное. Хотя, естественно, газа здесь никаких нет. Друзья, обязательно жду вас и в других своих видео. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok